Что я делаю Трампу, а правильно ищете? Тут проблема в том, что реформаторы, как правило, сначала выступают как утописты. То есть человек видит лес невидимых рук, который работает блоком. Но Трамп видит часть леса, связанная с властью, законом и так далее. И первое, что он пытается делать по логике, это работать с этим лесом и помочь им улучшить его работу. Но не только у русских. Улучшение считается состоит из того, что надо выявить врагов и их, значит, прижучить или стрепить. Поэтому палачалу выступают на первом плане техноинженеры, которые пытаются заменить эту руку машиной. А стремятся из лучших побуждений прекратить злодеяния всяких там нехороших людей. Но рынку мешают монополисты и прочие израги. Политическому рынку тоже мешают всякие нехорошие люди. И вот он начинает борьбу. Если эта борьба не завершится тем, что, как правило, на этом возникает тупия, часто кровавая тупия, люди нормально совершили, то тогда, глубоко уникнув в нужды бедствуемой и невидимой руки власти и законов, он на каком-то и так поймет, что работа на хреново. Что у него КПД на порядок нелищеного права. Если он до этого доживет, то тогда появятся, соответственно, технополитики, которые начнут какие-то отдельные процессы. Ну, там хоть онлайн-голосование, там, граждан. Я не хочу вообще тему голосования осуждать. Вот. Так что вы правильно указываете на проблему, но ответ на нее понятен, просто нет возможности его разворачивать. Еще раз. Когда вы, как техноэкономист, находите какую-то одну транзакцию, например, маленькую, например, конкретно на рынке, значит, это называемый рынок в кавычках, в системе электронизации и госзакупок, когда государство требует от участников конкурса либо денежного взноса, либо банковских гарантий, то куча банков немедленно специализируется на том, чтобы такие гарантии предоставить под трудовые 10%. А потом некоторые маленькие банки в нашей стране уже сообразили, что поток стандартный, неопределенностей мало, рисков мало, и они начинают делать маленькие платформочки, раздражающиеся департаментами, и эта платформочка оказывает ту же самую услугу, предоставляет гарантию банковскую, только уже не за 10% за 1%. Вот микроуровень, при котором этот процесс начинается. Так вот, когда вы это сделали, вся громада невидимого леса, не просто всех рук, а обмена, она остается перед вами. То есть маленькую одну руку вы заменили, роботам, но это получается гибр. А гигантская туша возле леса невидимых рук по-прежнему живет своей жизнью. Технологизация одного из департаментов банков начинает гигантскую перетряску. Где-то в центре стоит грех, который включает, спасаясь, и все ребята, банк, наконец, банки смотрят на урод, я думаю, это не прихлопнуть ли его, потому что у него этот департамент, скажем, департамент начинает работать, там, вскрываться эффективнее. Потом начинается борьба. Часть пытается задушить, уничтожить, не сдать законы, спрещающие банки, другая часть спускается в догонку и так далее. Поэтому в лесу невидимых рук при попытке заменить, хотя бы, вместить с одной из них, возникает страшный шорох. Вашу просто лопат. Конечно, нужны социологи, которые будут изучать. И, конечно, перед нами предстоит эпоха. И пока дойдет до девятой руки, она успеет предоставлять и пошли тому, кто посевнул на священные прерогативы второй или третий. Само собой. Да, поэтому не надо упрощать, и не думать, что вы такие тупые технократы, что невидимые руки замерли в ожидании. Все тянут руку и ищут, меня, 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 пожалуйста, замените этим самым роботом. Вот, значит, мы идем заменяем, все остальные не ждут. Ничего подобного. Они не ждут, они не хотят, активно мешают и прочее. Любые вопросы к Рубену, мне и любому из выступившихся чемстан, только очень короткий вопрос, если можно, по возможности, очень короткий ответ. Можно? Вы первый будет. Да. Ну и просто громко говорить. Спасибо. Иван Макеев, я стартапер, как раз в «Акселераторе», и вы говорили о «Акселераторе», делали что-то не то. Вы сказали, конкретно, можно конкретно, что он будет так, в чем направление. Город. Заград, получится. Тима, лучше бы сразу спросили, в чем смысл жизни. Белосапия, короче, короче. И тогда кому-то. Я, наверное, слайдов пять это описывал, то есть, причем очень горд, старался. А, правда, реакция из зала пришла, что я перегрузил информацию людей. Коротко сложно сказать об этом, а лучше посещать отдельные мероприятия. У нас будут сейчас открытые мероприятия, будут у нас и для стартапов, и для бизнес-ангелов. Клиент будет подробно тема разъяснять. То есть, там, именно с точки зрения инженерного, по частям, по элементам, как кахалам и с примерами, где спотыкаются проекты. Коротко скажу простую вещь. Грион у нашего лидера. То есть, действительно, лидеры – это фрей. Вот. И если обратить внимание, как он структурирует причины, то есть, не достижение результата. То есть, ну, громадная вода, 45%, еще полдесяток можно в следующих прибавить, которые, как говорили, ну, констатируют, как бы, причину смерти. Да, то есть, ну, по идее, вокруг этого должна строиться вся активность. Но этого нет. Вот короткий пример. Остальное уже подробно надо говорить предметно, не в другой аудитории. Мы спрашивали вам. Вопрос такой вот. Вы вначале говорили о том, что… Да, здравствуй. Раз. Меня Ярослав зовут. О том, что техноэкономика – это не экономика. Или мне послушалось? Ну, говорим, конечно. Что такое? Но иначе надо приставку техно делать. Наверное. Ну, вот по поводу цифровой экономики много обсуждений идет. И постоянно возникает один и тот же вопрос. А, собственно, критерий цифровой экономики… Этого вопрос не ко мне. Я на него ответ с первого обзора, с первого бессмага. Я говорю, что термин без содержания. Цифровая экономика – все равно, что сказать, что электрическая машина про компьютеры. Чайник – тоже электрическая машина. Это не специфики в этом. Она, конечно, какая-то экономика будет цифровой. Но, в общем, это та же самая ситуация, когда все думают, что блокчейн позволит достичь экономический эффект. На получение можно надеть содержательную финансовую технологию. Если вы не ошиблись, вы правильно выбрали задачу, теорию, то тогда она сработает. Сам все блокчейн от него на эту бутылку еще говорил. Толп никакого не будет, а не затрат. Ну, так же, когда электричество нет толка, если оно проведено вам, а вы с помощью ничего нет. Да, только профилософский. Прикладное значение. Вопрос очень практичный, Сергей Николаев, с первой инновацией. По поводу аспираторов. Только в этом здании… Акселераторов. Только в этом здании я знаю три акселератора. Луча-четвертый, да? Оно ощущение, что каждый первый, скажите, вдруг создает акселератор. То есть я вот смотрю, как велосипед при этом взлетает. Не акселератор. Вопрос не об этом. Вопрос концептуальный. Сергей Николаевич, вы утверждаете, что, значит, труд, ну, не уничтожается, а уходится, скажите, нижний будет ни там инфраструктура. Это не я, Маркс. Да, Маркс, да. Товарищ Марк, значит, из него ответить. А труд, значит, уходит из-за когнитивного поведения человека, из его целей, оставляя пресс для неких смыслового пространства. Этого не говорил ни я, ни Маркс. Ну, пожалуйста, вопрос в чем? Так вот, если труд уходит, не спускается, чем будет заняться человеком и его сознанием? Какие цели будут здесь стать? Креативная экономика? Не знаю, что-что. Ну, чем будет заняться человеком? Если роботы будут создавать весь труд, то это сам будет уничтожить. У вас есть пустое пространство, некоторое воображение. И там, вот, так сказать, возникает какая-то пустота, когда куда-то уходит труд. Труд никуда не уходит, просто труд по определению это деятельность в состоянии отчуждения. А когда вы закручиваете гайки на конвейере, которые они его придумали. В этом смысле, при снятии слоя отчуждения, деятельность становится менее отчужденной на этот слой. Человек никуда не девается, как вы прекрасно видите, возникла куча специальностей, связанных с правой экономикой. Чем это занимается? Отдельный вопрос. Поэтому безработицы никакой не будет. Вот, надо нарисовать структуру деятельности. Возьмите книжку смыслов, например, там у меня есть простейшая классификация. По типу и там. И человек движется по предметам. Марк сказал, что люди начинают заниматься вещами. Они освоили мир вещей. Теперь они переходят к миру отношений. Человек, который перестал, как бы, в этом случае трудиться, занимается снятием, значит, отчуждения капитала, то есть управляет своей капитализацией. Это очень освежательная, понятная идея. Он управляет ее инженерно, для этого он уже инструмент. Вот вся эта мистика что-то куда-то исчезает, и сразу возникает эссенциальное поле. До него, знаете, сколько крестили в инженерном поле. Вот я вот по этому технически отвечаю. Следующий шаг. После капиталиста и после рабочего занимаются люди в проекте совместном, занимаются управлением собственной капитализацией. Они обращают, что моя капитализация зависит от моих отношений с вами. Мы начинаем смотреть, чем обусловленные отношения, выясняю, что есть невидимая рука. А мы заменяем этот невидимую руку инструментом, вот и все. Никто никуда не исчез, ничего не случилось, не безработица, не эссенциальная. Это только конкретно относится, понимаете, конкретно. Но для этого желательно иметь опыт практической работы. Мы это обсуждали еще моим учителем Борисовичем Рошубахом. Я отсылаю вас к беседе с ним, которая опубликована, по-моему, на книжке «Второе пришествие». Вот хорошо бы в стихе поучиться, хорошо бы в предприятиях проектов поделать инженер, надеяться позаниматься. Или через 15-20 вы этот вопрос сами себе зададите и сами же его как бы выясните. А так вот на философском языке бессслужно обсуждать. Бессслужно. Чуть по-русски. Вопрос такой. Вот я вам говорю о собственности, как она снимается, когда она там трансформируется. Мы, инженеры, сидящие здесь, понимаем, что у нас недвижимости, там, заводных пароходов нет, у нас есть некая интеллектуальная собственность, о которой тут много все бегутся, помогают, коммерциализируют, продавают, суда-сюда и прочее. Каким образом будет сниматься вот этот вопрос? Потому что, если я держу у себя ноу-хау и говорю, слушай, как бы мне его продать, им менять и так далее. Вопрос такой. Значит, как этот вопрос решается у супостатов, да? Почему они все время обгоняют, то ли через акционерные, то ли другие дела. Потому что мы друг другу ничего не можем передать, иначе как не продать за деньги. А тем самым мы себя ограничимы в развитии там на столе в мире. Спасибо. Во-первых, я не хотел бы это вообще обсуждать, потому что, с моей точки зрения, здесь на 99% вся эта тема интеллектуальная собственность некая фикция. Во-вторых, для профессионалов, пожалуйста, если хочешь, другому ответьте. Во-вторых, я могу сказать только одно. Фикция это или не фикция, начинать не с нее надо. Поэтому забегаем в далекое будущее. И нам бы разобраться сначала с вопросом о том, что мы покупаем в магазине, если за деньги, это гигантское транзарство. Если дойдет при этом на интеллектуальная собственность, то мы посмотрим. А пока это вот относится к серии вопросов типа, а вот если при коммунизме не будет работать, что же мы будем все делать? Ну, давайте доберемся хотя бы там. Делим фазу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова